так всем привет прежде всего вступительное слово к сегодняшнему видео так как оно будет несколько необычным я не хотел писать видео но из-за того что нащелкал очень много интересных фоток решил сделать такой видеорепортаж основанный на фотографиях которые я нащелкал во время нашего путешествия довольно таки интересного если не сказать больше ну можно нет не стремного но очень своеобразного путешествия значит сегодняшнее путешествие в заброшенный поселок шахтеров или деревню которая находится где-то как я понял в округе гранада в национальном парке природном парке который закрыт для пост для охоты для каких-либо построек дополнительных только вот для животных все это историческая ценность вот этот поселок существует и я даже не знал об этом вот фабиеночка меня затащила я вообще-то думал что это будет ну так что-то какая-то поездочка такая оказалась очень даже такая энергичная и несколько нервозная поездочка все это находится в провинции гранада впечатление на меня произвело конечно огромное ехали мы надо сказать туда уже под вечер зимой это январь месяц практически конец января 20 какого мы 27 26 ехали и 27 что-то типа того уже запутался в днях свернули там с одной дорожки на другую на третью и естественно все это по gps и пришлось нам ехать по лесной дороге горной ну короче около 20 километров ну дорога такая днем нормально вот что будет вечером ночью я потом расскажу днем когда солнце есть нормально еще более менее ну надо кое-где что-то объехать там рытвины какие-то как в принципе нормально на грунтовая дорога такая в горная не тихонько но ехать можно тем более да еще что хорошо что у нас эта машина 4 на 4 полноприводная 4 на 4 то есть типа как вот эту формулу нужно выбирать типа джипа потому что на одно на простой машине туда конечно не доедешь поэтому там не очень-то и много людей как я понял побывала либо пешком идти туда 20 километров назад потом в горы верхний сверхний сверхний либо никак но все это было практически на закате уже на протяжении всей дороги нас сопровождали кедры по специально остановили машину вышлиф и веночка щелкнула на телефон и специальная программа типа вот как музыки шазам так 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 у нее стоит это такая программа как определить что за растение ну по листьям то все в общем вдоль дороги там растут уже давным такие древние достаточно ливанские кедры и запах такой интересный прикольно тополя тоже сосны естественно горные вот эти все как они называют маритима морская сосна не знаю почему интересная дорога классно все туда едешь смотришь уже конечно пласты эти горные видны там уже и камни такие камни и сяки уже есть и красная красного цвета местность есть более желтого есть там еще белая ну короче ну в общем приехав в этот остановились там машину остановили потому что на машине уже дальше не проедешь и спустились к этому поселку или деревне развальку полу разрушенному этих горняков которые там обитали в общем впечатление такое да уже закат уже там там солнца не было за горами спряталось солнце но еще было достаточно светло и вот я пофоткал придя туда естественно не доходя до самого начала этого поселка по всем по всей классике хоррор жанра мы разошлись в разные стороны типа ты давай влево наверх а я вправо туда дальше в эти в дебри естественно прочесать ну как надо чтобы чтобы потеряться конструкция домов меня тоже так впечатлила они достаточно там среди них ходить опасно то есть среди них еще можно но внутрь заходить видно что вот эти вот конструкция она уже постепенно разваливается лучше туда внутрь не заходить надо посмотреть не отвалится ли этот кусочек кусками сланца крыши усланы то есть большими такими они на ребрами лежат если упадет кому-то на голову это будет не очень-то весело ну дорога как я говорил хорошем состоянии дорожки между домами все такая травка такая интересно в испании с травы особо нету над Times francis оказывается точно таки día те раз и банкалы эти в хорошем состоянии все как вот как будто там никого и не было как будто бы травка скошена как будто бы вся но она не скошена конечно не просто не растет там такая и все мусора такого особого нету никакого как будто бы люди ушли но неизвестно когда как будто бы вот да очень похоже на декорацию к фильмом типа того ну и вот этот вот на крышах на этот сланец они клали кладут вот так на опорах на этих деревянных очень массивных таких мощных но естественно дожди хоть и каменный дом он такой основательно сделанный но дождь и очень сильная ветра во всяком случае в испании здесь такие здесь торнадо ну не торнадо но очень сильная ветра конечно со временем развалили начинает крыша разваливается как только подмывается вот эти участки где лежат эти балки на которых сланец этот закреплен как как черепица конечно все это падает ну но и все эти дома уже практически без крыш но есть еще хорошем состоянии с крышами все внутри так очень странно смотрится двери открываются закрываются внизу речка вот поэтому они там и жили история этого поселка вообще-то начинается с как я понял я я в интернете смотрел с 18 века люди начали там селиться и добывать руду металлическую железо железную руду железо там добывали в этом поселке иметь да еще я видел что 5000 лет назад уже в этих в этом регионе везде во временем этот медный век во время медного века там люди добывали медь в основном и вот из меди делали всю эту все эти прибамбасы свои медная все это было культура у них вот ну и потом 18 веке с 18 века дома начали строить и эти шахтеры туда переселяться и вот такой поселочек себе забабахали но очень интересно да в девятнадцатом веке там начался бум где-то в 1849 там 50 60 66 года там разные вот эти фирмы английские по моему даже или это английская потом не помню но они основательно к этому подошли и построил там постройки действительно там видно привозили эти камни откуда не дробили не знаю что там округ в окрестностях таких камней нет из которых построена это эти все жилища то есть это все надо было доставлять на каких-то повозках потому что девятнадцатом восемнадцатом веке там никаких же транспорт средств транспортных средств особо не было только повозки на лошадях как это они все делали я не знаю ну видно окупалась видно того оно стоило это же это это руда железная потом самый бум пришелся этого поселка на 1910 1920 годы вот там английская эта компания построила даже не верфь а как вот эти вот тросовая вот это ну канатная дорога как вот в горах где люди катаются на на лыжных курортах везде только там они вместо чтобы людей катать вниз спускали на 15 километров железную эту построили такую канатную дорогу к на канатную такую штучку и на ней вот это вот руда доставлялась вниз туда 15 километров вниз и все а да это все на высоте 1600 метров не надо забывать то они там жили и работали шахты как я понял были прямо вот ниже домов но потом почему я так понял потому что в интернете прочитал что шахты были недалеко и они достигали одна там шахта была 150 метров вниз ответная такая вот просто вниз идет а остальные там по 100 метров вниз шли но мы не видели шахт но за то что я увидел это железные вот эти скобы торчащие как бы уже не ближе к речке на последних этих террасах банкалах и я понял что значит плиты положили и потом когда в интернете прочитал а плиты поросли уже травой все это ничего не увидишь только видно железные вот эти вот скобы как за которые плиты цепляются кранами и ставятся то есть видно они все эти шахты позакрывали плитами чтобы люди туда не поваливались не попадали проблем чтоб не было вот и они значит это все заделали все там ничего нету чистенько аккуратненько вниз к речке спускаешься там вода течет все вот они и жили так эти шахтеры и там целые семьи они семьями жили этот поселок он насчитывал сколько-то там по моему либо 150 домов либо 150 семей что-то типа того там школа была наверно с 19 века даже уже была школа из 18 не знаю они там жили на постоянке стирались мыли все жили там безвылазно и даже у них одна этих банкалах на этих террасах они культивировали нужные для них продукты для питались полностью потому что очень богатая земля там и вода есть все в достатке они все это питались этим всем потом начали естественно уже больше не не стала оккупаться это все видимо и в 1960 году школа закрылась его с этого момента уже поселок видно начал умирать то есть фига себе так посмотреть сколько с 60 года 40 40 плюс 20 56 60 64 64 года уже назад там не осталось ни одного жителя и вот он 64 года простояла и вот как еще стоит заходи живи все под ключ то ну есть некоторые дома которые под ключ я выше не поднимался богу очень высоко это фабиночка там было я спрошу может на фотке сделал там какие вот это что я на фотку но это вот здесь ярусом немножко ниже все на фоне гор то есть красиво в принципе очень замечательно красивенько вот но жизнь естественно у них конечно же была тяжелая да надо сказать что постройки очень солидные эти каменные века будут стоять вот так полуразваливаясь перед уходом уже смотрю уже начинает вроде скоро темнеть говорю все пойдем мы нашлись в конце концов мы разошлись по разным по разным сторонам и и потом я наверх забрался там где она была она уже вниз к речке ушла и мы друг друга увидели и короче я спустился фабиночке и потом все мы там потусовались около речки еще и пошли уже на уход надо было уходить и фабиночка говорит вот я там нашла очень хороший кусок этого сланца и надо будет его домой занести ну до машины типа он очень хороший я увидел этот кусок сланца думаю да история не очень то но я даже как услышал только как она сказала что надо будет сланец нести я сразу сказал они нас отсюда не выпустят если мы еще и из их крыши этот сланец стырем она говорит нет это не с крыши это я вот нашла он валялся здесь посередине деревни никого это ничей все я говорю да 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 вот эти мертвые шахтеры нас сейчас тут и оставят и мы не выйдем отсюда и потом она вот показывает сланец он да прикольно такой основательные да и класс она говорит вот будем на него хорошо типа там что-нибудь если допустим ну освещение в доме там вечерняя свечку какую поставили лампу такую нарядную такой типа марокканские вот эти что она накупила я говорю да 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 свечечки на него на него ставить я говорю нас не выпустят отсюда ну и потом мы начали подниматься я говорю это невозможно его поднять и тащить еще то нет возможно бери неси ну пронеси пока ты и посмотрим она 15 метров поднялась я говорю ну как легко она поняла что нет и оставила там не вынося из поселка из деревни очень хорошо потому что если мы его оставили мы бы оттуда не выбрали сто процентов они бы нас не выпустили уже оттуда собой бы забрали упекли к себе в эту преисподнюю шахты шахтинскую вот ну и потом поднимались а там колюченькой проволокой как бы обнесено чтобы не ходили вне вверх вниз и может быть там еще частная собственность чета я не знаю или чтобы не вы не бегали эти горные всякие козы ну и потом выходили я и да я еще и палец ободрал через об эту колючую проволоку и понял что да 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 понял нас отсюда не выпустят сланец она уже оставила и все и мы вышли мы вышли через там через вверх через еще вернулись в поселок нашли дорожку и вышли из нее дорога которая приключалась который по которой мы ехали назад это было что-то gps включили ехали ехали и потом она показывает что надо влево поворачивать а мы вправо поехали назад но назад к нашему дому это мы будем делать может 7 километров плюс а тут дорогу которую она показывала тоже лесную а там только 4 и 7 километра думаю я говорю что будем делать по этой дороге мы ехали мы узнаем от ум нет не знаю уже темно все уже темно начинается но мы развернулись и поехали на ту типа которая короче ну нет вопросов поедем по этой потому что короче надо быстрее ехать все мы поехали по этой дороге она такая становится вообще в чаще в какой-то и в гору поднимается все но на эта дорога хуже в состоянии на и я выходил постоянно смотрел проедем мы тут не проедем там уж такие щели были справа и даже один раз мы не заметили фабиеночка остановилась рядом я чуть не вышел я выхожу ни в коем случае не сдай назад потому что сразу упадем вниз туда в пропасть ну не пропасть но все-таки в кувет в такой в кувет и все и мы так выбирались выбирались потом спускались ниже потом опять через речку через какую-то начали переезжать до того чтобы переехать фабиеночка нету развернемся назад я вышел посмотрел эту речку ну там мелко в общем кое-как в общем мы переехали не 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 забуксовали там все нормально выехали потом поехали там такая пересеченная дорога вообще невозможно кое-как у так ехали метр за метром и потом уже когда поднимались уже пишут что там еще один километр с половиной и смотрю стоит какая-то ну уже там знак стоит только не для нас а для тех кто на эту дорогу с той стороны будет заезжать я подхожу смотрю а там дорога закрыта на работы потому что после дождей видно видимо там все вот так вот в пришло в уныние в такой в упадок и все это дорога закрыта и мы через кое-как объехали потому что надо было объехать а выдернуть никак не получалось они видно забили какими-то кувалдами эти штыри на той полосе которую по которой мы должны были ехать нам на левую пришлось съезжать а левая практически сбоку там уже упасть можно было а спра чуть-чуть так ну короче свернули налево ты объехали это и все и поехали вперед и еще там были было были какие-то препятствия но потом все выехали на довольно таки такую нормальную дорожку асфальтированную и все на этом наши приключения в этом лесу закончились доехали мы нормально потом да но чтобы не забыть до того как мы в этот поселок шахтерский приехали мы до этого еще посетили такое как бы рукотворное озеро ну естественно там вот тоже в этой провинции хранада где-то напротив сьерра невада чуть чуть дальше и дорожка к ней вела такая очень классная виды видимо с древнеримских римен римская дорога бывшая сейчас конечно по ней уже асфальт уложен все но видно что она старая потому что она очень ровная такая кусками ровная и там границы этих самых владельцев видно были такими установлены как бы типа как основания для мостов каждый вот вот едешь из бог справа и слева такие огромные валуны но не волнуны а стены прямо построены как будто бы кусок стены но и дальше нету то есть это видно были какие-то ограничительные ограничения для для осознания что это вот уже чужая земля ну и ровненько и в по всей по всей длине этой трассы вдоль трассы вдоль этой дорожки она достаточно узкая такая две машины может разъедутся только если по сторонам начнут немножко одна останавливаться значит засажены кипарисы очень высокие классные такие вот именно как в италии все такое вот как в италии поездка к какому-нибудь монастырю или что и очень долго так на 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 холм на холм с холма поднимаешься вдоль дороги кипарисы высокие растут а на холм поднимаешь и там уже типа аббатство какое-то или монастырь или замок какой-то типа того вот вот в таком плане тоже очень красиво и вот эти кипарисы сосны тоже сосен меньше вот тополя тоже там были и значит к этому озеру подъезжаешь так на такие красивые открываются виды значит это они сделали в свое время не знаю в каких годах может 60-х 70-х озеро плотину построили и сделали там такой резервуар огромнейший то есть вся эта вода но она как бы в питьевую идет или там марашаются поля получается что с ней вот и значит вот такие красоты там еще термальные источники есть дальше вода там не знаю мы спустились посмотрели 40 может быть даже не знаю может под 50 градусов водичка тепленькая там люди приезжают некоторые залазят в нее обмазываются грязью тоже сидят там купаются прикольное озеро вот это вот ну и потом оттуда поехали дальше в этот поселок заброшенный шахтерские а и до того когда уже уезжать перед тем мы остановились там пофоткаться туда-сюда и когда приехали в городок такой небольшой который между этими всеми другими находятся пошли перекусить выпить там чего-нибудь и тапас поесть и вот едим тапас все выпиваем там пивчика там фабиеночка винчика себе взяла и она раз за ухо себя ай-яй-яй говорит я же забыла на том месте сережку а она типа ну там крем антисолнечный мазалась кремом наносила значит на лицо крем и сняла сережку потому что она и мешала и положила на машину вот сбоку так сверху и из-за изюзи говорит все мы приехали я ее и забыла еще говорила себе не не только бы не забыть но я же не забуду ну как же и живут сейчас и все забыла и я говорю ну что все будем возвращаться ну нет куда вот и и так а сережка такая она из этого из серебра жили такая тяжелая говорю ну что будем делать ничего не сделаешь ну а ей вот а да я она пошла она вот решила и те горнту сходи посмотри может может на крыше лежит может приехала вместе с нами она пошла заключить взяла ключи пошла в машину крема взять потому что очень было жарко сидеть под зонти мы под зонтиками сидели но солнце постоянно выходит выходит и все равно жарко надо и она пошла крем еще раз взять приходит приносит вы смотри фотку она сфотографировала действительно сережка там так и лежит а мы проехали километров может 80 ну не 80 ну 50 может мне больше 40 и сережка там лежит прямо вот на крыше но она в такой как бы она ж тяжелая и мы особо там не дергались вверх-вниз и по такой по проселочным дорогам не ехали здесь таких и нету даже и все по асфальтированное она лежит в такой не выемка как бы не выемка но железная такая штучка между этим и вот она там и лежит и такая в меточка обрадовался я подумал ничего себе чудо какое с ума сойти вот так вот все и получилось прикольно